Всем яс шоколадные конфеты с ликером Шоколадная фабрика Герцога О, основанная в 1983 году Хендриком Верхельстом. Затем управлялась его сыном Полом Анри Верхельстом. На бельгийской фабрике в городе Крайбек, район Атверпена, 120 сотрудников ежедневно производили 30 тонн шоколадных изделий. В 2014 году фабрика Дюк Ду Шоколадери была приобретена компанией Барани. Баронство приобрело Герцога, интересный, которое принесло производство Крайбека в Брюкге. Самыми продаваемыми продуктами являлись и являются трюфеля Дюк Ду, Пролине и Мини Пролине. Компания также производит популярный ассортимент ликеров Пролине, ракушек, сердечек, пасхальных конфет и батончиков. Около 80% продукции Дюк Ду экспортируется в более чем 80 стран, при этом Бельгия остается наиболее важным рынком сбыта. Что интересно, шоколад Дюк Ду на 100% состоит из какао-масла и на 100% из натурального. Никаких искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов. Мы должны с вами понимать, продукт, содержащий какао-масло является шоколадом. Если там нет какао-масла, это плитка. Соответственно, белый шоколад, там нет какао-порошка, но там есть какао-масло. Ну а стандартный, обычный шоколад, там есть и какао-порошок и какао-масло. Поскольку наш канал посвящен алкогольной продукции, то разговор сегодня пойдет об особом ассортименте компании Дюк Ду в шоколадных конфетах с ликерной начинкой. Ознакомимся с рекламным утверждением компании о своих конфетах. Нежное мягкое прикосновение чистого бельгийского шоколада в сочетании с ликером и премиум класса придает интенсивный вкус каждому глотку. Ликеры внутри конфет заключены в сахарную оболочку, чтобы сохранить их жидкое состояние, что делает их божественными. Давайте мы с вами проверим так ли это, ведь конфеты стоят не дешево, от 1400 до 1700 рублей за коробку в 250 грамм на территории России и 750 гривен на территории Украины. В первый раз эти конфеты мне подарили в подарок, а вторую коробку я уже купил специально для этого видео. Поскольку с конфетами с ликерной начинкой я накалывался и не один раз, то поначалу отнесся к ним скептически, потом посмотрел цену в интернете, думаю ничего себе цена. Затем глянул производителя Бельгия, думаю бельгийцы должны хороший товар делать. С оптимизмом приступил к дегустации и не был разочарован. Для интернера 12 лет, шотландские виски изготовлены из солодового ячменя. Отборное зерно подсушивается, измельчается, разбавляется до состояния пюре водой и сбраживается с добавлением дрожжей. Затем его перегоняют в медных кубах. Полученный зерновой спирт помещают в бочки из-под бурбона, где он выдерживается 12 лет. Компания «Ля Маркини Тез» – международный холдинг, созданный в 1934 году во Франции. Деятельность компании сосредоточена на выпуске односолодового виски «Лен Тернер» и высококачественного купажированного виски «Лейбл 5». Эти два виски стали визитными карточками компании «Ля Маркини Тез». Ликер Амаретто. История бренда. Ликер Амаретто – напиток, относящийся к классу Амара. Это категория напитков, отличающаяся легкой горчинкой. Создан ликер Амаретто в 1525 году в Италии, в городе Саронно. В основе напитка – абрикосовые ядрышки, миндаль, пряности. Это придает ему характерный аромат марципана, благородный темно-янтарный цвет и терпкий вкус. Массовое производство ликера началось в 17 веке, когда итальянцы освоили технологию дистилляции. Классический рецепт является семейной тайной семьи Джованни Рейна. На протяжении трех веков купить ликер Амаретто можно было только в Италии. Мировое признание к нему пришло во второй половине 20 века. В напиток принято добавлять горячий кофе, а создавать на его основе коктейли – это прекрасный дежестив. Куантро – французский крепкий прозрачный ликер с ароматом корочек, сладких и горьких апельсинов и померанцев. Крепость оригинального Куантро – 40%. Содержание сахара 25 грамм на 100 мл. Это вкратце, теперь более подробно. Ликер будоражит воображение своими богатыми ароматами, стонами фруктов, белых цветов, апельсинов и эфирных масел. Куантро – известный французский ликер, секрет уникальности которого состоит в гармоничном сочетании отборных сладких и горьких апельсинов, составляющих основу этого напитка. Производится ликер во Франции по старинному семейному рецепту. Для изготовления Куантро на завод в Анжаре поступает высушенная цедра горьких апельсинов с Антильских островов, сладких апельсинов из Бразилии, Испании и Южной Франции. Цедра наставится на спирте в течение нескольких дней. Полученный настой проходит двукратную дистилляцию в старинных медных перегонных кубах. Затем в ликер добавляется родниковая вода и сахарный сироп. Секрет технологии заключается в строгом соблюдении пропорций, которые известны только владельцам бренда. Реми Марта – мировой лидер в своей категории. Каждая третья продавающаяся в мире бутылка в ЕСОП является коньяком Реми Марта. Реми Марта входит в тройку самых знаменитых и уважаемых коньячных домов Франции. Он ведет свою историю с начала XVIII века, уже тогда создавая свои шедевры для французского королевского двора. Пер Маглуар – кальвадес, 12 лет. Производится из яблок, выращенных в Нормандии. Однократная непрерывная дистилляция дарует кальвадесу очень мягкую текстуру, полностью сохраняет насыщенный аромат яблок и формирует интенсивный и мощный вкус кальвадеса. В настоящее время маркой Пер Маглуар владеет фирма «Дебрис Дюлак», которая была основана в 1821 году. По легенде свое название кальвадес получил в честь легендарного папаша Маглуара, веселого владельца постоялого двора в XVII веке, любившего угощать своих постояльцев великолепным кальвадесом. Слава о нем разошлась по всей Франции, и всех, кто хотел отведать этого напитка, отправляли к папашу Маглуару. Его изображение украшает этикетку знаменитого кальвадеса, который экспортируется по всему миру. Конфеты оказались очень хороши на вкус и оправдывают слова, сказанные о них производителем. Аромат ликера узнаваем, индивидуален и соответствует тому аромату, который указан на этикетке конфеты. Буду ли я их покупать? Интересный вопрос. В нынешней сложившейся ситуации в Бельгии, когда данный продукт может быть снят с производства в любой момент, а то и закроется и само производство, наверное, все-таки стоит купить конфеты в Югду с ликером и попробовать. А если все будет нормально и фабрика продолжит свою работу, то по такой цене уже продегустированные конфеты, если и буду покупать, то только в подарок. Для этого не подходит в самый раз. Оригинальная деревянная упаковка и шикарный вкус. Именно то, что не стыдно преподнести в подарок любимому человеку. Хотелось бы также обратить ваше внимание и на другую продукцию этой фирмы. Шоколадные конфеты и самые популярные трюфеля. Спасибо всем за внимание. Счастливо. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...